Масштабы экономики Сейчас имеем свободу передвижения рабочей силы То есть граждане нашего союза Вот у нас недавно присоединились Армения и Киргизия И статус трудящихся мигрантов из этих стран На территории Евразийского экономического союза Моментально поменялся Если разница, допустим, гражданину Киргизии или Армении Надо было получать разрешение на работу Сдавать экзамены на русский язык и так далее То теперь наши коллеги приезжают Находят работу, заключают трудовой контракт и работают Никаких разрешений ни на что не надо Мы обеспечиваем необходимые условия в сфере медицинского образования Социального и взаимное признание дипломов Мы с 2018 года вводим в действие Новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза Это напрямую затрагивает всех наших партнеров И Молдавию в том числе Мы считаем, что этот кодекс будет гораздо эффективнее И более бизнес-ориентирован, чем предыдущий кодекс Это тоже очень хороший проект Другой проект Вот 25-й год Это кажется, что далеко К этому надо очень готовиться Мы к 25-му году планируем запустить общий финансовый рынок Это амбициознейшая задача Вот к 25-му году мы хотим оказаться в ситуации Когда банк, допустим, зарегистрированный в Армении Имеющий лицензию в Армении С этой лицензией сможет работать по территории всего евразийского пространства Амбициозней же проект И мы понимаем, что это нам надо Потому что мы должны создавать новые инструменты торгово-экономического партнерства Мы используем наш Евразийский экономический союз Наши наднациональные решения Как систему подталкивания нас К более современному администрированию и национальному Потому что, допустим, система оценка регулирующей воздействия наших решений Вот до Евразийского экономического союза Вот эта официальная система существовала только в двух странах В Российской Федерации и в Казахстане В других наших участниках такой системы Обязательной оценки регулирующего воздействия не было Хотя это современная тенденция В рамках Евразийского экономического союза по договору Все наши решения подлежат оценке регулирующего воздействия До того, как мы принимаем решение Мы его замещаем в сети интернет Получаем позицию экономических агентов Отрабатываем И опыт показывает, что более 60% наших решений мы корректируем По итогам вот этого регулирующего воздействия 2017 год это переломный год в отношениях Молдовы с Евразийским экономическим союзом Потому что до 2017 года у нас никаких контактов не было Хотя к этому моменту мы, как Евразийская экономическая комиссия Уже имели десяток меморандумов Со множеством стран мира И в Азии, и в Латинской Америке И которые достаточно эффективно работали И показывали преимущество такой формы взаимодействия Поэтому для нас была большая честь Когда в январе 2017 года Игорь Николаевич Дадон Ходит свой первый визит в Российскую Федерацию Посетил Евразийскую экономическую комиссию У нас стоялись переговоры И было предложено подписать меморандум о взаимодействии Такой меморандум мы подписали в апреле этого года Здесь, в Кишиневе И по итогам этого меморандума создана совместная рабочая группа И вот сегодня уже составилось ее второе заседание То есть в этом году у нас идет активно очень эта работа Мы очень рады, что Молдова обратилась за статусом наблюдателя В Евразийском экономическом союзе Все наши президенты активно приветствовали Эту инициативу президента Молдавии Игорь Николаевич уже участвовал в двух заседаниях Высшего Евразийского экономического совета В апреле и в октябре этого года Он приглашен президентами на следующее заседание в будущем году Но мы хотим, чтобы благодаря этому статусу Республика Молдова получила возможность Участвовать в обсуждении тех вопросов, которые ей интересны Вот когда мы принимаем, допустим, технические регламенты Ну вот по какой-то продукции, которая интересна молдавским этим Почему бы представителям молдавского правительства Не участвовать в заседании наших рабочих групп? Не высказывать свою позицию в отношении того, как им видится эта работа? Когда мы обсуждаем некие таможенные вопросы Почему бы молдавским коллегам здесь не поучаствовать? Или, допустим, вот я активно сейчас Я отвечаю в том числе за макроэкономику У нас очень активно работает консультативный комитет по макроэкономике Там и представители центральных банков Участвуют в Министерстве финансов Тема макроэкономической стабилизации Будущего, как говорится, глобальной экономики Очень интересная тема Мы бы с удовольствием приглашали молдавских представителей Почему Молдове вообще бы не иметь своего постоянного представителя При Евразийской экономической комиссии Который бы мог бы участвовать в таких мероприятиях И как бы рекомендовать соответствующим ведомствам Республики Молдова Принимать участие уже в конкретных каких-то вещах Хотя Молдова не остановится участниками Евразийского экономического союза Но получение статуса наблюдателя И вот эти контакты, они приводят к тому Что наши предприниматели начинают задумываться А как нам выстроить экономический диалог с Молдовой Видят ее экономические преимущества И, конечно, они готовы будут рассматривать проекты Потому что в рамках Евразийского экономического союза Мы не применяем друг к другу экспортные пошлины То есть вот как раз экспортные пошлины Это существенная составляющая в цене и российского газа, и нефти И когда государство вступает в Евразийский экономический союз Или как бы уже декларирует, что оно уже на пути этого туда Тогда российские компании перестают взимать эту пошлину В чем вот сейчас, вот я сказала, 2017 год, переломный год В отношениях Молдовы Но давайте будем говорить откровенно Переломный он благодаря Игору Николаевичу Дадону Президенту Молдовы Вот он движет эту тему Мы активно взаимодействуем с аппаратом президента Мы активно взаимодействуем с бизнесом И вот нам очень нравится, что на наших заседаниях Совместная рабочая группа активно участвует бизнес Но, к сожалению, и мы очень заинтересованы в диалоге С правительственными структурами Молдовы Вот, допустим, на это заседание рабочей группы Мы привезли и представителей Федеральной таможенной службы Российской Федерации И представителей Россельхознадзора Но, к сожалению, нет их коллег из правительства Молдовы Вот, наверное, пожалуй, большая проблема Потому что вот обсуждать то, что вот найдут, не найдут Мы и у друг друга находим, понимаете И Российская Федерация находит в белорусской И казахстанская находит в российской В этом нет ничего страшного, когда есть диалог То есть мы нашли, коллеги поговорили с друг с другом Коллеги увидели, что те, кто нашли, они правы И они сами на своей национальной территории Начинают применять необходимые меры Вот в чем гарантия отсутствия такого Эта гарантия тут же появляется Если мы имеем вот такой диалог И с соответствующими правительственными структурами Мы абсолютно открыты для этого диалога Мы абсолютно не политизированные организации Мы готовы к любым форматам Абсолютно неформальным Мы сейчас очень плотно работаем с исполком СНГ И мы готовы, как говорится, не только молдавских коллег Но и коллег из других стран СНГ привлекать к этой работе Поэтому мы очень рассчитываем, что как бы это сдвинется И мы получим соответственно ответную реакцию И от правительственных структур Но в любом случае, вы знаете, сам факт того, что Молдова Уже является таким государством Которое провозгласило интерес к Евразийскому экономическому союзу Любой формат участия Он говорит о том, что и на нашей стране есть понимание Что это дружественные государства Это дружественный народ Это дружественный бизнес И, конечно, мы начинаем стараться все наши проблемы решать быстрее Знаете, такое сотрудничество осуществляется и Российской Федерацией И другими государствами То есть товары этого региона присутствуют на нашем рынке Но вы знаете, что у нас позиция Мы взаимодействуем с Республикой Молдова Как Евразийской экономической комиссией И рассматриваем Молдову как нашего экономического партнера Мы с удовольствием будем работать со всеми регионами Молдовы и Приднестровья